Какая вообще стоимость таких вещей? Бляха, то есть вот так вот она достается, получается, и открывается. То есть это небольшой, получается, такой вот как бы ремень? Да, 84-я проба, царская проба. Ага. Уже серебряная, позолочная. Вот такая тяжеленькая, слушай, приятная. А это что-то такое? Шлем какой-то, да? Может, для сахара. На голову одеваешь? Это такая фруктовница. Как вы думаете, сколько стоит вот такая вот вещь? Привет, ребята. Зашел в адекварную лавку по нашей традиции. К Юре. Тут, видите, как всегда, много всяких интересностей. Покажу вам несколько новинок, которые появились в магазине, которые наверняка можно будет встретить на Виолити. Виолити – это крупнейшая в Украине международная интернет-площадка для покупки и продажи предметов коллекционирования. В течение 15 лет Виолити работает в странах СНГ и известен за его пределами. Здесь вы найдете старинные раритеты и редкие экземпляры современностей, которые в любой момент готовы стать частью вашей коллекции. Ссылочка будет добавлена в описании. Именно там такие вещи пользуются спросом, и люди со всей Украины, и не только со всего мира покупают. Сейчас я вам покажу более детально, что здесь. Начнем, пожалуй, вот с этой интересной игрушки. Она, видно, что довольно старая. Единственное, возраст я прям так не могу определить, потому что не моя тема, но те, кто коллекционирует детские игрушки, старинные какие-то, довоенные, могут, наверное, меня сориентировать, какого примерно года. Здесь вот седло похоже на кожаную. То есть вся кожаная. Мы можем посмотреть, что там внутри, как она делалась. Но в целом выглядит довольно прям старинно так, антикварно. И наверняка это детские, да, детские, детские иконы, детская такая игрушка. И то есть по деньгам я спросил, стоит в районе 400 гривен. Ну, в принципе, было бы, конечно, интересно посмотреть на торги, если поставить с одной гривней. Но главное, чтобы были люди, которые этим занимаются. То есть электронные торги все-таки людей привлекают, когда можно с одной гривной побороться. И вот такой вот, бывают цены, как говорится, даже больше, чем заявлено. Не 400 гривен, а набирает еще и больше и больше. Наверняка вы видели игрушки новогодние, разные, которые вешались на елочку, тоже вот такие вот самодельные. Ну, они всегда эксклюзивные, потому что делаются либо на заказ, либо для кого-то. Бывают похожие тематики, но всегда делаются они индивидуально. А вот эти предметы, я так понял, это из одной серии или из одной коллекции. А как, что ты про них знаешь? Расскажи, может, они из серебра, получается, идут? Да, 84-я проба, царская проба. Это на ремне носилось. Ага, на ремне носилось, значит, и тут прямо... Бляха, типа, такого. Бляха, то есть вот так вот она достается, получается, и открывается. То есть это небольшой, получается, такой вот, как бы, ремень, да? Да. А он, наверное, служил исключительно только для декора, для декора какого-то такого. Ну, он все равно, как бы, защелкивался, он основой служил все равно с этого. Ну, на нем носились только такие вот вещи, как украшения. Это такой вот ремень, как бы, украшения было. Какое интересное странное, друзья, если как вы догадываетесь, откуда такие украшения, напишите, пожалуйста, внизу в комментариях, как думаете. Вот, а что это? Это, ну, как мы видим, для чая, да? Наливать сюда у нас, процеживать туда, процеживать. И вот такая подставочка, собственно, когда мы процедили чай, и потом, чтобы у нас оно не капало, да, не пачкало стол, вот такие специальные подставочки, да, получается, используются. Проба, проба. Это тоже серебро. Как часто попадаются такие что-то подобные? Попадаются периодически. Это он прям внутрь, в ножны. Я, как бы, ищу их непосредственно такие вещи интересные ищу сам. Мне они нравятся, поэтому я ими работаю. Может быть, что-то еще покажешь для примера, что еще может быть с элементами серебра? Может, солоночка, которая вот у нас была уже в выпуске. Для чего ты говоришь, она использовалась? Соль, соль. А она посеребряная или серебряная? Серебро-позолоченое. Ага, серебро. Серебро в позолоте. Так, слушай, класс. А ложечка серебряная? Конечно, конечно, тоже посеребряная в позолоте. Вот такая тяжеленькая, слушай, приятная. Вот, это что такое? Это икорница. Ага, очень классно. Тоже серебряная икорница. Вообще красиво выглядит. И икры главное покупать домой, чтобы у тебя была икра. Это для конфет, для конфет можно, как говорится, делать. А это? Что это такое? Шлем какой-то, да? Может, для сахара. На голову одеваешь? Это такая фруктовница. Из этой же серии фруктовница. А какой год это приблизительно? Ну, погоду не могу сказать. А может, по этому можно по клейму как-то посмотреть? Клейму тут 875-я звезда, если я не ошибаюсь. Надо сейчас посмотреть. А у тебя нет книжечки по клеймам? 875. Ага, а ну можешь. Ну, здесь, наверное, ты не увидишь. Вот она. Так, тут у меня супертелефон. А ну-ка. Да, да, да. Опа, есть. 12-й айфон, как бы ты видишь. Решает все. Да, решает вопрос. Ну, кроме финансовых. Кавказ, я думаю, вот это Кавказ. Видишь, на всех надписях есть, на всех. Везде Кавказ, чернение, это везде. То есть, вот даже с другой стороны можно посмотреть. Здесь у нас довольно блеск интересный. Но с другой стороны мы видим, да, собственно, проба. Сейчас я попробую увеличить. Мы можем посмотреть, видите. Можно глянуть. А на вот таких предметах, где проба обычно указывают, не находил, не помнишь? А, есть где-то, находи, вот на вот этих этих. А, на самих, наверное. Да, да, вот на вот этих. В колечках. И ух ты. Не на колечках, а вот на вот этом переезде. Вот оно, наверное. Ага. Да, действительно, есть такая очень мелкая. Ну, такая филигранная работа, действительно, довольно интересно. Здесь, вот на вот этой, на кольце, на вот этой, с обратной стороны. Как думаешь, а какая вообще стоимость таких вещей? Вот это все, наверное, как коллекция будет продаваться, или по отдельности кто-то будет даже добирать себе? Ну, не знаю, тысяча шесть я буду просить, наверное, плюс-минус. Ага. Друзья, интересно, вот кто такое коллекционирует? Напишите свое мнение, как вам, что у вас, возможно, есть в коллекции, да? И как вы храните? Кстати, а как дома хранят такие предметы? Обычно там где-то за стеклом, да? Или какие-то специальные витрины домашние могут быть? Ну, по-разному, кто как у кого получается, желательно не ставить что-нибудь такого, чтобы оно в серебро втягивает очень сильно. Ага. Если в серебро, я думаю, положить железку, то оно просто зажалеть. Начнет темнее, да? То есть перетягивать на себя. Да, ажат, начнет подтянуть даже, не то, что так. Ага, то есть лучше хранить его отдельно, да? То есть от других каких-то... Конечно, да. Вот, фарфоровые куклы, в них особенность какая? Само вот лицо, да, идет лицо и руки из фарфора. Но там ноги, не помню, как они сделаны. Там обычно у меня есть на канале видеоролик, где я показывал. У меня выставлялись на Виолете подобные лоты. И есть коллекционеры, кто покупает на подарок, потому что очень красиво. И там действительно прям, вот смотрите, реснички отдельно и глаза очень четко прорисованы. И прям видно-видно, да? А как по стоимости? Они у тебя где-то уже выставлены? Нет, еще не выставляю. Люди, которые могут посмотреть мой канал, собирают не только монеты Украины, редкие монеты Украины, но может быть что-то еще антикварное. 450 гривен на год. Интересно, а как у них коллекционная стоимость растет через время? Честно говоря, я не могу сказать, что, друзья, что-то еще есть у тебя? Или пока подведем итог на том, что показал? Такое, что тебе интересно прям всегда. Ну вот, друзья, вот такие вы посмотрели предметы. Напишите свое мнение, как вам будут для вас проводить такие подобные видеоролики, показывать, заглядывать в разные антикварные лавки. Юра вспомнил, что у него есть еще набор вот таких вот интересных стопочек. И вот такие четыре штучки тоже есть. Херовые. Прям приятно подержать в руках, вот когда такое держишь, там, да, или такое. Можно, наверное, вино из таких пьют. Да, и по деньгам, я думаю, сильно дешевле, чем, например, такое, там, из серебра и так далее. То есть приобрести себе просто кому-то на свиньер. Перед этим можно, наверное, даже почистить, помыть, да, если есть такое желание. Вот. Ну что ж, друзья, спасибо всем, кто посмотрел это видео. Спасибо большое Юре за то, что показал такие интересные предметы. Надеюсь, у людей, которые смотрят это видео, будет возможность поторговаться, поучаствовать в электронных торгах на Виолите. Кстати, ссылочку я на сайт оставлю в описании. И до скорых встреч. Вы подписываете на Виолите, на мой канал, если ты там оставишься. Да, да, друзья, я оставлю ссылочку на аккаунт Виолити Юры. Все, так что, друзья, лайк. И до новых встреч. Всем пока. Пока. Пока.